Ирочка, после моих слов, когда я скажу, да, что пусть последний звонок будет сигналом во взрослую яркую жизнь, да, и так далее, поздравляю, ребята, и ты берешь колокольчик, бери колокольчик, давай мы с тобой попробуем, и начинаешь звонить, только переворачивай колокольчик и прям громко-громко. В главной роли Ирина Штанова из 2-го Б. Именно ей предстоит дать последний звонок для выпускников школы номер 9 имени Неделина. Впрочем, колокольчик ей доводилось держать в руках и раньше, на первой в ее жизни школьной линейке. Меня посадили на плечо мальчика, и он прошел круг по территории, а я звенела в звонок. До праздника остаются считанные минуты, волнение нарастает. Формат проведения мероприятия никак не влияет на его значимость. Под звон колокольчика выпускники, как и их предшественники, в прошлые годы попрощаются с детством и школьными буднями. Каждый у себя дома, но все равно вместе. Вы у нас, наверное, ребята, уникальные дети. Получилось так, что уникально у нас сегодня с вами и последний звонок происходит. И вы уникальны в том, что мы вас увидели в другом. Последние два года я увидела совершенно других детей, совершенно другие ребята. Вы творческие, вы креативные, вы классные ребята. Сдержать эмоции у выпускников не получилось. Последний звонок, хоть и дистанционно, звенит не каждый день. С 21 марта выпускники девятой школы учились дистанционно. С одной стороны, они расстались раньше времени, а с другой. Это позволило выкроить дополнительный месяц на подготовку к экзаменам. Вам, наверное, в другом смысле даже и повезло. У вас еще целый месяц для подготовки к ЕГЭ. И уж, пожалуйста, учитесь, вспоминайте все. Даже учебники не обязательно пока сдавать, пока вы готовитесь к ЕГЭ. Совсем скоро выпускники сдадут экзамены и станут студентами. Но школьные двери для них открыты всегда. Каждая первая суббота февраля в образовательных учреждениях Одинцовского округа вечер встреч выпускников.